итак в этом ролике я покажу вам что я начал переделку своей системы вот так она выглядит куча проводов за стеной для тех кто не помнит буду прокидывать кости на 50 квадратов они те что мне на солнечных батареях идут итак хочу показать вам днем что такое 24 вольта 40 ампер тока на проводах который за заходит у меня сюда ну чтоб имели представление очень сильно похоже на короткое замыкание у аккумулятора просто жесть куски прям меди падают но дуги нету то есть она видите рассыпляется но сваривается будь здоров сила тока очень большая 40 ампер я не знаю кто не имеет представление на 24 вольтах что это от солнечных батарей то есть это напряжение больше 42 вольт то есть приваривается это все дело хорошо вот именно вот из-за этого ребят вот эти все автоматы они дохнут они мне сейчас греются будь здоров ну прям видно на попробовать замедленную съемку сделать нифигасе дуга и запах такой и ионизирующий провода я просто буду снимать эти удобно и в первом месте вот я прыгать мы просто я Не знаю, есть ли смысл демонстрировать, ух ты какая хорошая дуга, какой ток идет с этими проводами и какой ток будет с 50 квадратами, красота вообще, ну, ох, ой, ой, термоусадка плывет, ох ты, так что, ребят, это все очень. Очень опасно играться, играться с этим, нифига себе, заварил, заварил медяху, ух ты, это же нормальный сварочный аппарат, то есть автоматы, ребят, это опасное дело, конечно, если у вас токи минимальные, да, можете повторять, но если у вас громадные токи идут, а громадными токами считаются уже токи 10 ампер и выше, ну, при 20 амперах, ребята, чуть не меньше жесть, чем сейчас. Напомню, 40 ампер, это, ребят, не шутки, контроллер греется, автоматы греются, провода греются, то есть все нагревается, поэтому надо, фу, запашок, поэтому надо когда себя подстраховывать. В общем, я смотрю, что все берут с меня пример, хотя я неоднократно просто говорю, ребята, не надо ставить автоматом, не надо для тестов и экспериментов. В итоге никто не слушает. В итоге я что-то так решил подзабить и сделать, так скажем, все по-человечески, чтобы народ видел, что так делать нельзя, нельзя так делать. Да, вот у меня куча проводов, это вот RG45 идут на вольтметры каждой банке съем, но это допустимо, но силовые провода чем толще, тем лучше должны быть. Сейчас у меня будут такие же провода входные, как и у меня между аккумуляторами, поэтому я особо не парюсь, разнес тут, кстати, вот у меня горелочка, которой я залудил, так скажем, провода, забил, получилось, получилось где-то вот так вот сделано. В два слоя термоусадки посадил, все нормально, надеюсь, главное, что мне проводов хватит, а то с этими экспериментами Костя мне тогда, блин, да реально два мотка таких принес, что мама не горюй. А чтоб мне единственное, что отсюда их протянуть, это мне надо вот тут доску снимать, вот последнюю, там где идет штырь, вон он штырь идет, то есть ее надо вверх поднимать и протягивать провода в старый канал. Соответственно, от солнечных, по идее, надо убирать, ну не знаю, попробую шестерки оставить, но надо переходить, то есть вот у меня будет винтовое соединение, вот это вот именно к солнечным батареям, да, и там уже будет лапша идти на разные панели. И в дом будет заходить 50 квадратов, плюс будут у меня, так, секреты, открою вот такие вот коннекторы, это как раз от того, что заходит в дом, идти в сторону контроллера. То есть 20 квадратов каждый провод, по десятке, как раз тоже Костя мне моток вот этот подогнал, за что ему опять же огромное спасибо. Спасибо, Костяныч. Векте, а не заходно. Так что вот, будет это все дело напрямую идти к контроллеру, винтовым соединением будет идти к солнечным. Это нужно, ребята, делать, чтобы не сгорело. Токи здесь, я напомню, не маленькие. Поближе так сделать, что ли. Вот это 40 ампер, это 1200 ватт, ребята. Блин, я сейчас ослепну, надо было. Провода нагреваются, конечно, адски. Именно почему-то в дуге, когда. Ладно, все, хватит играться. В общем, на этом все, ребята. Берегите себя и здоровье, берегите окружающих. И заботьтесь о безопасности. Не ставьте вы эти автоматы, какими они крутыми не были. На постоянное, на переменное напряжение. Не важно, на какой ток, не важно. От такой дуги ничего вас не спасет. Только винтовое соединение, либо по шине соединение. Как-то вот так вот. Предохранитель можно ставить, базару нет. Вот у меня опять же на столе лежат. Опять же, Костя мне подарил. На 100 ампер всего. Ну да ладно. Вот подобную вещь я буду ставить себе по солнечным батареям. Один и второй стороны аккумулятора. На аккумуляторе вернее. Прямо буду между ними соединять их так. Так что вот какие-то вот такие вот дела происходят. На этом все. Я прощаюсь с вами. Система у меня не работает на время модернизации. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok